Всем привет! С вами канал Крутой Бизнес и сегодня я вам расскажу, какие нужны первые шаги для того, чтобы открыть свое дело. Каждый из нас хоть раз задумался о своем деле. У многих из вас закипало не раз от неадекватного начальника, я был не исключение вам, признаюсь. Вот однажды у меня так накипело, что я твердо решил уйти от работы по найму и открыть свое дело. Но, наверное, как и вы все, задавался вопросом, с чего же начать. Не знал, у кого спросить. И решил найти такой помощи у людей со стороны. Покопавшись немного в интернете, я нашел таких помощников. Заплатил им энную сумму и думал, что они мне будут помогать. Признаться честно, я попал не на тех нужных людей. И в итоге у меня, как я уже сказал, ни денег, ни помощи. И все делаю сам. Но про этих дилетантов я, наверное, сниму отдельное видео. А теперь продолжим. Любое дело, чтобы начать, нужно выбрать свою нишу. Будь то это магазин с лампочками или варек с куртками на рынке. Может, вы решили открыть свою кофейню или большой ресторан. Это не важно. Первое, что вам нужно будет сделать, это пойти в местный исполком и подать заявление на открытие ИП. Там вам дальше подскажут, что нужно найти свой код деятельности и принести фотографии для свидетельства. И вот вы уже через неделю идете довольны забирать свое свидетельство. И с этим свидетельством вы идете в налоговую. И там открываете свой счет налогоплательщика. Но тут тоже не все так просто. Там вам говорят, что нужно оплатить пошлину. Ну, это же логично. Вы же бизнес открываете. Денег, значит, навалом. Можно с вас уже брать поборы. Потом покупаете какие-то книги, которые очень-очень важны на самом деле, но лежат просто грузом. Но без этого никак, к сожалению. Вы все это делаете и получаете этот номер. Следующим шагом это будет открытие счета в банке. Но тут я вам подскажу. Немножко с этим не спешите. Сразу надо найти место, где вы будете стоять. Потому что счет в банке вы откроете быстро, за час. Там вам все расскажут, там обойдут, там со всех сторон расскажут. Лишь бы только вы принесли свои денежки. Вот. А еще про счет. Такое маленькое замечание. Вы его открываете, и с первых же дней у вас уже начинается комиссия за обслуживание счета. В разных банках это по-разному. Но смысл в том, что с первых дней она капает. Вот. Поэтому если вы решили его открыть, а места у вас нету, то, соответственно, вы будете уходить в минус. Что, в принципе, тоже не очень хорошо. Вы не заработали ни копейки, а уже минусанули. Вот это три основных момента, которые нужны на первой стадии для открытия вашего бизнеса. Дальше будет больше. Но об этом будет в следующих видео. Если вам была информация в данном видео полезна, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все. Всем пока. Всем до новых встреч.